Нужна история, конечно же, понятная не только высоколобым каким-то, да, интеллектуалам, но еще и хичкок идеальный такой, просто, например, вот хичкок близок к этому, к этой модели. Треба зараз снимать дешево-то сердит, треба какие-то такие локальные сюжеты. Мы были в Аргентине, он тогда был задуман, надежда придумала его, была первая поездка, первая работа в Нью-Йорке, вторая, находились там инвесторы, пропадали. Ну, как всегда в этой жизни бывает, ищешь одно, да, ищешь одно, находишь другое. Витаю вас, дорогие глядачи, вы дивитесь проект ГІС-студии. Меня зовут Ольга Глечик, и у нас сегодня в гостях снова представники кино. Дуже рада вам представить Сергей Рахманин, кинорежиссер, а продюсер и сценарист Надяя Бесцокирна, наши сегодняшние гости. Дуже приятно, что снова можем говорить про кино, мечтать про кино, говорить про что-то, что происходит в Украине, что уже произошло. Причиной того, почему я вас запросила, ставлю ваш пост в соцмереже, на котором вы написали, что хотите снимать в Одессе. Что это за проект, и почему именно в Одессе, и что это за будущий фильм, который, возможно, родится именно у нас? Цей проект мы задумали еще до того, до коронавируса. И нас поддерживал директор Одессе к киностудии Андрій Осипов. Он очень интересен нашим сценариям, и даже сам будет соавтором сценария. Но перемещение, в частности, в самом Держкино, в стране, а потом и ковид. Так, важкие часы, роки. И поэтому этот проект, несмотря на то, что тизер был уже снятий, тизер хостел Льданса, он назывался, но затормозился. И что делать? Мы же не привыкли сидеть без дела. И поэтому мы повернулись до нашего давнего проекта про Нью-Йорк. Потому что наш друг Одессит, художник Юрий Дников, живет и працет в Нью-Йорке. Вы сейчас говорите про проект Билепилля. Про проект Билепилля Кома Нью-Йорк, да. Потому что мы были вимушены вернуться к этому проекту, потому что у нас была уже часть материала. А хостел Льданса – это свежий проект, который нужно было начать сначала. И было много перешкод на этом. Проте сейчас мы поговорим про Билепилля, но вы вернулись именно с метою создать Одессит Кома Нью-Йорк. Племенник, да. Да, племенник, потому что мы уже одного раза подавали на финансирование в Держкенов. А там такое правило, что можно максимум два раза подавать. И первый раз это не произошло, так сказать. И мы работаем дальше над сценарием, и новые там появились эти линьи, новые герои. И, как нам кажется, более интересен стал этот проект. Насамперед, интересен почему? Потому что он основан на пьесе Стринбурга «Танец смерти». И поэтому, но действия происходят в Одессе в наши дни. Головный герой, полковник, в отставке, он был контужен в АТО. А его дружина, она никогда, вообще, нигде не работала. Она была актеркой, тогда вышла замуж. И сейчас до них приезжают гости, ну это я писала про это, племенник. И сценарий писала, так? Да, да, да. И до них приезжает племенник из Нью-Йорка. Ну это, мне кажется, очень живая тема для Одессы, как раз. Потому что, например, мои друзья, много-богато друзей, которые еще 30 лет назад поездили в Америку, до Нью-Йорка, до Лос-Анджелса. И сейчас они возвращаются, потому что жизнь, не мог бы, изменилась. Но уже все равно между нами и теми, кто когда-то поехал до Нью-Йорка, уже как-то немало, как-то немало точек соприкосновения, не знаю, как это было, как это сказать, ну вот. Дотеку. Дотеку нема, потому что другая совсем жизнь, и другая совсем это. И это очень-очень интересная тема. Тем более, что тут мало того, что у них было, так сказать, разное жизнь. Дело в том, что это было, так сказать, что это было, так сказать, что это было очень-очень, но это было очень-очень. И он, как бы, духовно, так бы мовить, ближе к ней, чем этот человек, полковник у представца. Но вот так склала жизнь, и сейчас это жизнь, такое разноманитное, привело их в один клубок в этом хостеле, где этот полковник працюет, ну, держит этот хостел. Сергей, для вас эта тема близка, Нью-Йорк, какие взаимовидносины, кто-то приездит до полковника. Как вы сразу отреагировали, как вы запропонировали вам эту идею, эту историю? Я думаю, что это... Нет, я немножко, в принципе, я, конечно же, поддерживаю то, о чем Надя говорит. Но сама драматургия Стрейнберга – это отец европейской драматургии. Для меня это драматург номер один вообще. Из него вышли столпы драматургии. Сама по себе пьеса потрясающая. И она актуальна в том смысле, что Нью-Йорк здесь ни при чем. Так прямо вот я сейчас не стал бы на Нью-Йорке. Хотя Нью-Йорк добавляет современное звучание, что ли, некоторым узлам в этой драматургии. Это как бы там появляются новые какие-то конфликты в связи с этим. Но фильм для меня – это вообще история о поколении, которое выброшено из течения жизни. Это определенный возраст людей. Это молодежь, она еще ищет. У нее еще полно надежд и прочее. Совсем старые люди, они уже просто доживают. Кто счастлив, кто богат, а кто нет. А это поколение, которое еще может что-то. Военный, вот этот полковник, может быть, майором мы его сделаем. Не знаю, тянет ли он на полковника. Но вот этот военный, он, безусловно, он такой атошник. И в первые часы войны он получил контузию. И его опять не пускают туда. Он такой патриот, но немножко такой дурноватый патриот. В каком смысле? Ну, в солдафон. Он еще вполне мог бы командовать батальоном, может быть. Но он не может, потому что профнепригоден. Она тоже актриса. То есть вот людей, которые такого рода полно, в Одессе полно таких людей, которые новое время, вот совершенно новое, такой постмодернизм их не принял в себя, что ли, они не задействованы. Но полно еще сил. Они как бы между временем старым остались и текущим, вот временем волной текущей, да, новых тенденций, трендов. Они не в этом. И вот у себя на заброшенном доме, в заброшенном таком уже старом, разваливающемся, живут эти два монстра, которые друг друга истязают, что ли. Ну, это проблема психологическая, скорее, для меня. Люди, которые выброшены из жизни, они друг другу вроде не нужны, хотя порой вспыхивает какая-то страсть друг к другу. Но это уже как фильм, что ли, площадка, как, как бы сказать, такой фильм ужаса, что ли, триллер. Потому что зараз это очень популярно. Вообще меня очень волнует тема зрителей, кинозрителей. Они все уткнулись же в компьютеры, в интернете, в кинотеатрах. Никому нужно возвращать людей в кинотеатры. Поэтому нужна история, конечно же, понятная не только высоколобым каким-то, да, интеллектуалом, но еще и... Хичкок идеальный такой, просто, например. Вот Хичкок близок к этому, к этой модели. Допустим, близок Гриной, повар-вор, его жена, его любовник. Там взаимоотношения жуткие этот, начальник, то есть директор ресторана. Полковник примерно похож на него. Так вот такая какая-то история. Багато хто з одесситів хочуть зняти трилер, проте ще ніхто такого якісного кіно не зняв саме в таком жанрі. У нас вже були гості, також вони хотіли, не одессити, так? Ви можете стати першими одесситами, хто це зробить. Дай Бог. Що вам треба для того, щоб він був дійсно якісним, гарним, щоб ви всі ідеї в нього вклали, які замислили? Скільки грошей потрібно? Ну так, будемо казати. За скільки грошей сьогодні в Україні можна сняти якісний трилер? Це можна сняти за 100 тисяч доларів запросто. Ми його і планували. Чому саме, первоначально, цей сюжет? Тому що треба зараз знімати дешево, то сердито. Треба якісь такі локальні сюжети. Тому що, якщо на фільм витрачені великі гроші, то він не відбиває себе в прокат, і нема в цьому смысла. А цей фільм, він локальний дуже. Це все знімається в одній декорації. Три головних актора, одна героїня, це Наталя Бусько. Ви вже вирішили остаточно, що це буде саме Наталя. На сьогоднішній день Наталія номер один, звісно, претендентна. Наталя Бусько – це глибокая драматичка актриса. Я її не дуже розприймаю. Ну, вона грамотно, вона дуже працює, як клоунеса, а вона, в принципі, грамотно працює. Проект цей «Маски». Но я к ній отношусь більше як драматичка, а именно тонка, психологічна актриса. З нього можна безумно інтересні проєкти робити. Вона, як Жанна Моро одеська. Вона вже дала свою згоду. Конечно. Вона дуже любить Сергія. Високо цінує його як режисер. Ми з нею ж оту снімали. Вона навпаки мріє про цю роль. Так це роль, яку грали видатні актори. Той же Лоренс Олів'є. Ну, це... Хопкинс. Да, це... Краємо Стрінберга. Може, чолові про цю п'єсу. Дюріма. Яка шла по всіх театрах всіх країн. І в кіно це відомий сюжет. А от Україна відстоє. Знаменитоя, да, вещь. Взагалі, мені здається, середакторів десь спостерігається такий голод, знаєте, за якісь... За якісь... Ну, вони всі, вони всі голодають, вони всі жалують. Многі говорять, ой, хочеться в настоячому, в чому-то серйозному надоїли, серіали надоїли. Ну, серіали кормять. Ну, вони надоїли в творському смисі, да. Хочеться щось іскусство, да. Некоторі говорили, употрібляли дуже концепцію, таке, іскусство. Іскусством – нет у мене. Хочеться іскусство. Такое. Ну, також за мистецтво. Кого ще бачите серед головних героїв, середакторів? Кого б хотілося запросити? Можливо, не з Одеси? Були думки? Ну, йде поиск. Я не смогу відповідно сказати. Не хочеться обіжджати людей. Допустим, я б назвав, там, например, три президента. Не хотілося б всілять. Тобто може бути і кастинг, так? Так, конечно. Може бути і кастинг. Може бути, конечно. Все можуть себе спробувати, я до цього. Тобто може бути. Тобто може бути. ПЛЕМЯННИК 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 Тобто може бути. Встретили одного молодого актёра, Который просто нас поразил, самое сердце. Той. Тайна. Не хочеться. Тайна, да. Пока не хотів. І поэтому, може бути, в связи с цим, він і став племянником. Тобто, що дуже хочеться, Тобто, щоб в кіно ходили на героя, Понимаєте? І на героиню. Щоб, як як коли-то було, Ох, у мене хочеться така пріческа, як у нього. І я буду ходити так, як він ходить. А вот этот племянник, він должен бути таким, знаєте, він же все-таки как би з Нью-Йорка. Це не обязательно, що з Нью-Йорка обязательно такі. Але це ми немножечко хочемо приврать, що він такий у нас, знаєте, герой молодец. Але це інтересно. Тобто, якщо все такі серенькі, обыкновені, а хочеться кому-то подражати, правда? Хочеться в кого-то влюбитися. Я помню. Ти, також Сергій був в Нью-Йорку, так, по передньому проєкту Белопілля Нью-Йорк Кома. Неправильно сказали. Кома Нью-Йорк. Белопілля Кома Нью-Йорк. Так, Белопілля Кома Нью-Йорк. На якій стадії цей проєкт? І які там наші люди в Нью-Йорку? Чи змінюються вони і стають такими героями, про яких Надія казала? Достатньо серйозний вопрос. Не просто на нього відповідати, так, так, так. А перше, вторе, третє. Долгий, дуже проєкт длинний. Коли ще ми були в Аргентіні, він тоді був задуманий. Надєжда придумала його. Була перша поїздка, перша робота в Нью-Йорку, перша, знаходились там інвестори, пропадали. Таке діло дуже довгоіграюче. І вартовне. Тобто туди-сюди їздити, це повинні бути серйозне фінансове вливання. Ні, ну раніше проще було, бо тому, що ми почали цей проєкт живучи в Белнос-Айресі. І якось до наших друзів ми літали в Нью-Йорку, щось вони платили за нас. Проте інвестори знайшлись, які повірили в проєкт, так? Ви знайшли інвесторів, і вони... Так, на определеному етапі благодаря інвестору, благодаря продюсерам... Андрія Заркін. Да, із Києва. Закохався в цей проєкт, і в Сергієв. А тоді ще його підтримав, нас підтримав, мер моєго рідного міста, Юрій Зарко. Це вообще унікальний мер. Колись може ви побачите цей сім, тому що всіх, хто дивляться цей матеріалка, а що в нас в Україні є такий мер? Ми кажемо, ну от же, а це не вигадки ваші? А про що сам фільм? Про що ідея? Вон теж задумався, як тільки о Дікові, о художниці в Нью-Йорку, снять фільм о його сюрреалісті, о його мірі, об осколочному сознанні, такому Нью-Йорку. Все це перемішано в голові, все реалістичні, які-то його полотна, він дуже класний художник, архітектор. А потім з'явився Юрій Зарко, вони думають, а, мэр, діньки, значить мэр дає діньки, ось він його і знімає. Там ніка... Ну, то есть, це... Человек абсолютно... У них все подотчетно, у них там никаких денег лишних вообще нет. Он, конечно, помогав. Там где-то договорився с телевидением, приїхали з Сум, там где-то, какую-то аппаратуру, какую-то, да? А так, щоб продюсувати кіно? Нет. Ну, він унікальний чоловік, унікальніший мэр. Просто унікальний. Я не представляю себе вообще свою жизнь, що такі мэры бывають. Він історик. Він знає історію України тисячелетній давності. І містність свою, білопольську, він знає кожний метр. Там, що подземні є, оказывість, ходи там, в якому конець скакала в Білополі під парком старым. В рост лошади скакали. Історик-мэр. Це ж був, такий, як би, град, в якому, монголо-татарське нашествия, якщо там, ось ці все діла, ще стих в рівні. ну треба знімати фільм про Білопілля, про його історію. А ми плануємо, плануємо. Це ми ще, може бути, будемо. І вважник фільм дуже странний. Це, скорее, він, не знаю, звати документальний. Це докуфікшн. Це, коли актери документальні, собственно, діюють в задачі режиссер, в той задачі, котре режиссер предлагає. Я ставлю їх в какие-то определенные ситуации, в которых вони в своїй жизни не бывають. І вони действують не все время, але є такі, як би, елементи докумфікшн. Такі, вот, предлагаю йому, зроби так, пройди так. Получається, странна фантазія така на тему. Почему Белополе кома Нью-Йорк? Можна, Белополе, кома Нью-Йорк, кома Париж, кома Киев, кома... Лондон, все, що хочеть. Це запятає, запятає. Тут нет такого законченного, такого произведення, начали-закончили, все, вот финал такой, подчеркивающе. Это, жизнь продолжається, ми в цьому мере, мозаичному, такому, глобальному, все существуємо. В данный момент, в эту секунду, я разговариваю з Арко, в этот же момент Диков, із своих каких-то кукол, которые он там делает, уникальны, із мусора, какие-то баталии, какую-то делать. Все в этот момент происходит. В Нью-Йорке шумят машины на Бруклин-Бридж. В Велополе идет дождь, і... Можете сказати, що цей проект вас повернув в Україну з Боянос-Айрес? Що завдяки проекту ви повернулись, можливо, якщо б його не було, ви б там так і залишилися. Мы повернулись в связи с чем? С проектом? Ну, в связи с проектом, но не с этим проектом. Мы повернулись с проектом «Горячее лето», там про эмигрантов было, там уже у нас есть продюсер на этот проект. Мы стали, как всегда, в Украине искать союзника, то есть инвестора на тот проект, который у нас был в Боянос-Айресе. Но как всегда в этой жизни бывает, ищешь одно, ищешь одно, находишь другое. Мы очень обрадовались, когда студию возглавила Андрей Осипов, потому что этот человек, мы надеемся, что это наш единомышленник, потому что ему очень нравилось то, что мы сделали, он очень загорелся идеей, вот «Хостел Реданса», а теперь «Племянник». Он, надеемся, будет автором нашим по каким-то там эпизодам. И поэтому как-то жизнь, вот «Белопилля Команек», жизнь часто диктует нам то, что мы не собираемся делать. Вот, например, мы хотели этот «Нью-Йорк» делать просто о художнике Юрии Диковой. Как он здесь? В Одессе жил, все. А потом я случайно поехал к себе на родину, в Белополе. Это моя родина. А там оказалось, что Казимир Малевич, великий Казимир Малевич, впервые задумался быть художником именно в Белополе. Я узнала такой факт. О, это очень интересный факт. И первый человек, который раскопал этот факт, это историк, теперь мэр Юрий Зарко. И он как стал мне рассказывать про Малевича, про это все. Поэтому он и вказал. А мы думаем, боже мой, какой человек. И нам показалось это интересным, что не главное, где человек живет. А главное, вот этот что-то, внутренний дух, который заставляет его жить и менять действительность под себя. КОНЕЦ КОНЕЦ И очень интересно вот отношение Юрия Дикого к Нью-Йорку. Обычно все приезжают, ой, Нью-Йорк, ну там какие-то, знаешь, зарабатывает. А он... А цены так? Нет. А он, знаете, он, естественно, он нашел себе работу. Он там строит дома для новых украинских, новых русских. Но он к Нью-Йорку относится, ну вот как, я не знаю, как к глине там, он это видит для него как объект для его творчества. Вот он ходит там всякие... Да, у него нет придыхательства. Нету. Он говорит, да, Нью-Йорк хорошая город. Так же странно, да, вроде на звучит? Ну да. Площадка такая, арт-площадка. А для него это арт-площадка. Ваш майбутній фільм, він також може, ось Андрій Осипов, то есть у вас, він может стати вашим партнером. Ви можете з кіностудію, наприклад, знімати його. Чи це нереально в наших сьогодинях? Якщо буде инвестор Одесит, який-небудь, потому що це зовсім маленький грош, то Андрій Осипов, зі свого боку, там техника, все, все, що потрібно, він зробить, тому що ему дуже подобається цей проект. А чекати від Держкинок, поки це будуть гроші, оно на такий малобюджетний проект висмысленно. Мне кажется, вполне нужно Одесса, если откликнется, будет всем интересно. Вот мы думаем, что такая актриса, как Наталя Бусько, может прогреметь на всю Европу, как говорится. Я послала наш тизер в Париж, там режиссер, который, кстати, работал на Одесской студии, Игорь Мінаев. Он призер Канн, и все, сейчас он живет в Париже. Но когда ему послала тизер, он мне спрашивает, а что это за актриса такая? Это абсолютно европейский уровень. Дякую. Мы еще багато тем не обговорили, не вкладаємось просто в час нашої програми, ми повернемось обовязково до темы «Чому вы туди поехали?» и не тягне вас туди, чи ні, Буянос-Айрес, Нью-Йорк, Білопілля, Кома, Одесса, можливо, наступна Кома буде десь еще. Бухарест, например. Побачимось на премьері вашего фільма, я вам всего бажаю, приходьте до нас з новим тизером, з новими новинами, будемо обговорювати. Ви дивились проект «Їй студії», меня зовут Ольга Галечук, я нагадую, ми сьогодні говорили про кіно, з нами були кінорежисер Сергій Рахманин та продюсер і сценарист Надія Бессокирна. Нам дуже приємно було познайомитись з вами, Олю. Навзаєм. Дякую. До побачення.